ну вот продолжение сериала удачные покупки я не знаю что с нами случилось наверное в конце зимы снесло крышу полностью и мы приняли решение поехать куда обычно в теплые страны а теперь в норвегию ну то есть решили заполярный круг это что продолжение зимы было решили купить себе трекинговые палки выяснилось что трекинговых палок на рынке просто вообще завались их девать некуда но нам нужны были очень легкие и нужны чтобы у них была какая-нибудь еще особенность дополнительная нашли нашли не вопрос остановились на российской фирме сплав вот такая вот палка которая в сложенном состоянии 61 сантиметр если ее растягивать она будет 35 135 сантиметров они очень удобные трехсекционные палки вот на таких клипсах удобно сдвигаются раздвигаются удобно складываются но основная вещь которая у них есть это они могут быть еще и моноподом мы смотрим вот такая вот есть у них возможность сюда можно прицепить камеру прикручиваете и камеру сюда крепите но я решил на этом не останавливаться я решил модернизировать конструкцию я решил старую систему вывернуть вот так тут все достаточно просто делается одна резьба вернуть вот такой вот вот переходничок который я изготовил у меня была вот такая вот тут интересная головка и все получается очень просто и легко вы вот так вот берете ставите головку туда потом берете камеру вот так вот в головку вставляете ее головку вот так закрываете и у вас есть конструкция которая еще параллельно может регулировать как ее использовать я тоже покажу позже для этого нам нужна природа надо быстрее торопиться пока солнце не село а то все превратится в сериатину а солнце сейчас редкость ну это вот то о чем я вам говорил студии сейчас вот прекрасный морозный день у нас есть великолепный повод попробовать протестировать то оборудование с которым мы поедем за полярный круг вот я переделал палку как я вам уже рассказывал вот так вот одевается в нее головка вот так вот все просто видите я никак руки не освобождаю от перчаток все вот оделась теперь я беру камеру которую я сюда креплю тоже также быстро тоже ничего не надо как бы делать вот я взял повернул вот у нас камера начала уже за она закреплена и уже может быть в рабочем состоянии а теперь мне нужно начать снимать вон те вон дальние ветки с морозом и понятно что ни на какой палки селфи я такого сделать не смогу вот сейчас мы начинаем съемку я чуть-чуть залезая сюда глубже в снег и начинаю снимать вот отсюда благодаря тому что в камере sony установлен стабилизатор прекрасный я могу вот такой вот тут отъезд сделать и сделать вот такой вот необычный ракурс сверху вот так чтобы показать как все это круто выглядит был видеосюжет а мы можем я вам могу показать как я если хочу поставить камеру на таймлапсинг как можно использовать эту палку для того чтобы оставить камеру для того для съемки таймлапсинга сейчас мы ее воткнем нам нужно около ракурс около земли вот я ее втыкаю чуть-чуть снегом укрепили вот все здесь она встала и дальше отрегулировали головку по отношению к пейзажу и вот она запись пошла мне очень понравились палки в движении я их использовал и на льду и на снегу мне показалось что это очень удачная хорошая конструкция ну а в дальнейшем следите за нашими публикациями после возвращения из норвегии мы обязательно опубликуем необходимые видео и расскажем как они проявили себя в боевой обстановке по моему это хорошая удачная конструкция нелегкая это работа теста снимать